Всем привет друзья! Как мы знаем, что пару месяцев назад разработчики The Isle выпустили для нас первую версию дорожной карты. Кстати, на канале у меня есть обзор на дорожную карту, ссылка будет в описании под видео. Давайте немного поясню, что такое дорожная карта. Своего образа это проект по созданию и выпуска новых патчей, обновлений для игры и прочее, где мы можем наблюдать и следить за процессом создания Эврима. В итоге буквально на днях мы получили публичную карту, которую разрабы переработали и запустили на площадку Трелла. Кстати, об этой новости я узнал в официальном дискорде от разработчиков The Isle, ссылочки я также оставлю, если кому интересно узнавать первым самое новое из мира Эврима. Ссылочки все также будут под видео. Так, что можно увидеть на новой дорожной карте? Ну, прежде всего контент, который запланирован для каждого ближайшего обновления. Давайте немного расскажу о самой карте. На карте можно наблюдать всю будущую систему групп и ботов новых хищников и травоядных животных. Единственный минус, что здесь нету, это, как всегда, конкретные какой-то даты точного выхода патча. Итак, мы имеем четырех разработчиков, как видишь. Остановлюсь на секунду. Я говорил, что здесь нет конкретной даты выхода патча, но вот справа имеется такая колонка, где можно, в принципе, просматривать все действия разрабов. Насколько я понимаю, мы имеем пока что пять патчей. Первый патч – это механика группы. То есть, мы сможем объединяться с друзьями или другими игроками своего вида в группы. Не могу сказать, как это будет происходить, может, через ту же клавишу ТАП. Ведь сейчас единственное, как можно найти свой вид динозавра и собрать стадо, стаю – это привлечение с помощью крика. ИИ Ютораптор. Да, мы знаем, что разработчики обещали нам свирепых и страшных ботов. И первое оружие для убийства травоядных – это Ютораптор. ИИ. Коварное существо. Модель готова. Имеем два скина, анимации полностью готовы. Ну, это логично. Мы имеем игрового Ютораптора. Озвучивание также полностью готово. Поведенческие функции, окружающее поведение, враждебное поведение, статистика, движение, поведение в группе. Да, будет довольно хитрым, я тебе скажу, таким ботом. Но вот какой-то игровой алгоритм все равно еще не настроен. Функциональное тестирование проведено, но каких-то игровых тестов еще не было. ИИ Тенонта. Запомните, никогда не провоцируйте Тенонтазавра. По данному Дина скажу, что здесь уже все практически готово, даже больше, чем по Ютораптору. Осталось настроить алгоритмы поведения, протестить в игровом режиме, проверить баланс, и полноценный ИИ Тенонта готов. ИИ Триозавр. Не секрет, что все знают, что будет игровой и искусственный интеллект этого зверька. Конечно, здесь все движется не такими быстрыми темпами, модель полностью готова, то есть визуальный вид. А вот с механиками поведения прогресса нет. Озвучка есть, скины, анимация есть. В общем, непонятно пока, каким конкретно Дина разрабы больше уделяют время. Все как-то в разброс. Да, кстати, для тех, кто постоянно ругает и в Риму, 4 разраба на данный момент работают над обновлением. Обновление второе. Игровой Корнотавр. Да, нам обещали, и он будет. Здесь пока все глухо, как в лесу. Модель есть, озвучивание есть, но вообще никаких механик. Полностью все отсутствует. Вот здесь я внесу свою критику. Для чего делать столько ИИ-ботов для первого обновления, если было бы достаточно добавить всего двух маленьких того же Дрио и Гипсилофадона? Лучше, на мой взгляд, в первый патч внести играбельного Корнотавра и Стегозавра. И наплыв игроков будет в разы больше. А то получается какая-то игра, которая живет сама по себе. Аркада какая-то. Ну, в первой обнове можно лучше внести, допустим, вот тех же Дина из второй обновы, полностью игровых. Над механикой, рыбной ловли, да и над самой плавающей селедки в реках и озерах в Риме разработчики еще не работали. Но она внесена в третий патч. По рыбной ловле очень много интересного. Рыба будет распределяться на два вида. Элитная рыба – это большие рыбы и не в составе косяков. Для их поимки понадобится преследование. Взрослые рыбы ростом 50-100% и, скорее всего, только крупные динозавры смогут поймать и пропитаться данной рыбы. И стаи рыб, которые будут плавать, повторюсь, косяками, но их может напугать присутствие движения. Так что затаись. Скажу, что водные и полуводные Дина будут иметь меньше шансов спугнуть их. В основном этот корм подойдет для невзрослых динозавров. Но нужно сразу запомнить. Чем больше ваш динозавр подходит для рыбалки, тем выше шанс. Но не стоит забывать, что порыбачить иногда будет трудно из-за другой опасности. Дина Зух. Кстати, с выходом Эвримы у многих был шанс поиграть этим существом, но у него не было никаких механик, кривое бревно. До него долго, короче, еще. С выходом третьего патча ждем также Зухамима, Птеранодона, Бейпозавра. Все они будут игровыми. Четвертый патч. Система гнездования. Так что пока придется сбиваться в группы. Игровой Авераптор. Модель готова. Нет никаких механик. И, наверное, самое страшное это и Итирекс. Монстр, который будет наводить страх и ужас на всех островитян Эвримы. Честно, пока не знаю, будут ли какие замены в патчах чего-то конкретного на уже что-то планирующееся. Но это займет еще много времени. Ну, а что появилось на данный момент в игре? Мы с вами обязательно узнаем в следующей серии прохождения Эвримы, которая буквально я уже для вас приготовил. Так что, чтобы не пропустить новые обзоры и новые серии по The Isle, обязательно подпишись на канал, поставь лайк, нажми колокольчик. Всем пока-пока!